МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. Планируете поездки заранее? Морозы внесли коррективы в жизнь нефтьюганцев и работу многих городских служб. Техника и автомобили не приносят стужу так легко, как хотелось бы. Насколько серьезно холода повлияли на общественный, городской и междугородний транспорт, расскажем в следующем сюжете. Больше всего морозы повлияли на работу транспорта. Врасплох это застало путешественников. Маршрутки нефтьюганск-Пытьях не вышли на линию. Чтобы добраться до ЖД вокзала, горожане экстренно искали попутчиков в социальных сетях или таксистов по разумной цене. Среди таких оказалась и наша коллега. Едем в Пытьях, маршрутки не ходят, поэтому пришлось заказывать такси. Спасибо таксисту, не заломил слишком высокую цену. Тысячу рублей обошлось, не так дорого. Видимость на трассе, ну вот видите, очень плохая, так что без необходимости лучше вообще никуда, наверное, не ехать. В Пытьях стоянка автобусов и такси. Ну вот не то, что автобусов, даже вот такси никаких нет. Как добираться обратно людям, я не знаю. До диспетчерской данного маршрута дозвониться нам так и не удалось. Зато ответил нефтьюганский автовокзал. Его сотрудники сообщили нам о двухдневной отмене рейсов до Кургана, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Подробную информацию о расписании междугородних рейсов можно узнать по телефону, указанному на экране. Остановка Чайка. Следующая остановка школа номер 6. Что касается местного ПАСАВТО, они работают в обычном режиме. Хоть в городских автобусах и станет находиться немного холоднее, чем раньше, сокращать количество рейсов или убирать их вовсе предприятие не собирается. Это же касается и рейса Нефтьюганск-Сургут. Как утверждает руководство ПАСАВТО, маршрутки продолжат ходить каждые 30 минут. А чтобы не стоять на морозе, следует заранее позвонить диспетчеру и уточнить, во сколько конкретно транспорт подъедет к остановке. Дарья Прокопович, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В связи с морозами доставить свежие продукты на прилавки местным производителям стало сложнее. Уже этим утром нефтьюганцы могли заметить, что на полках некоторых магазинов не было свежего хлеба. Нефтьюганский комбинат уверенно заявил, что свой город без хлеба не оставит. Купить свежую выпечку нефтьюганцы смогут в любой мороз. А вот в Сургут наш комбинат поставки временно приостановил. Также мы созвонились с Сингапайской пекарней. Ее руководство уверило, что низкая температура не стала причиной отмены поставки свежего хлеба в нефтьюганские магазины. Возможны только задержки периодом в 1-2 часа, не более. Морозы – не время для диет. Когда за окном минус 40, главный вопрос – сколько слоев одежды надеть, чтобы добраться до работы без обморожений. Но мало кто задумывается о зимнем рационе. Какая пища поможет организму легче перенести холода, рассказали нефтьюганские медики. Отсутствие солнца и низкие температуры свалят с ног каждого. Так называемое зимнее питание поможет организму перенести холода легче. Обратить особое внимание на свой рацион нужно тем, чья работа связана с долгим пребыванием на улице. Таким людям специалисты советуют увеличить количество потребляемого белка. Поэтому на морозы стоит закупиться мясом, рыбой, кисломолочкой, яйцами и бобовыми. Не стоит забывать и о питательном завтраке. К завтраку, конечно, желательно включить медленные углеводы. То есть это продукты, которые медленно расщепляются. К ним относятся каши, желательно на утро кушать. Если нет любителей, чтобы есть кашу, можно кушать творог, можно съесть бутерброд. Но опять же не с колбасой, предположим, а с курицей или с индейкой. Помнить о питьевом режиме нужно не только в жару. Жидкость лучше пить в тёплом виде. Это могут быть компоты, кисели, травяные чаи, морсы и, конечно же, чистая вода. Потому что и воздух сухой зимой, обогревательные приборы работают, плюс ещё холодный воздух сушит и кожу, и волосы, и на ногти всё это влияет. Поэтому достаточно должно быть жидкости. Как ни странно, заменить солнце помогут печень трески и жирная рыба, такая как сельдь и лососевые. Они являются богатым источником витамина D. Помимо этого, врачи напоминают, что морозы – не повод сутками лежать под одеялом. Для сохранения здоровья зимой важно выполнять элементарные физические упражнения. Дарья Прокопович, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В рамках Всемирного дня борьбы против рака в городе пройдёт медицинский день открытых дверей. Завтра, 2 февраля, нефтьюганцев ждут во взрослой поликлинике номер 2 и в женской консультации. Можно будет получить не только приёмных специалистов, но и пройти необходимые анализы. Один из самых распространённых видов онкологии – рак кожи. О людях с высоким фактором риска и профилактики в следующем сюжете. Эпителиальный рак в общей структуре онкозаболеваний занимает второе место у женщины, третье – у мужчин. Чаще у людей старшего возраста, в особой зоне риска – светлокожие, те, кто легко сгорают на солнце. Провоцирующими факторами возникновения данных раков являются активная солнечная инсоляция, ионизирующая радиация, иммуносупрессия, хроническая длительная травматизация кожи, хроническое воздействие канцерогенных веществ, таких как продукты нефтеперегонки, сажа, смола и носительство онкогенных типов вируса по пилому человека – 16-18 тип. Самый распространенный вид рака кожи около 80% случаев – это базально-клеточная карцинома или базалиома. В большинстве случаев появляется на лице. Если это поверхностная форма, то она может сначала выглядеть как розовое пятнышко, шелушающееся, которое постепенно начинает подниматься над окружающей кожей. По периферии появляется валик из блестящих узелков, который впоследствии может превратиться в язвочку с подрытыми краями. В других формах базалиома проявляется как небольшой узелок бледно-розового цвета. В любом случае, мазать народными средствами или прижигать точно не нужно – в поликлинику, к дерматологу или онкологу. Обязательно проводить регулярное самообследование кожи. И при обнаружении каких-то образований, которых раньше не было, не надо заниматься самолечением, а нужно обращаться к специалисту. Профилактика. Меньше находиться на солнце, особенно в его активные часы с 11 утра до 5 вечера. Пользоваться защитным кремом, бросать, курить и следить за своим иммунитетом. Наталья Платонова, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск». Спортивная общественность бьет тревогу. Успехи нефти Юганска на региональных состязаниях стали значительно скромнее. О причинах неудачи рассуждали чиновники, директора спортивных учреждений и тренеры. Рассказывает Виктория Тимофеева. Явный рост показывают наши спортсмены-инвалиды. Сейчас они занимают одну из лидирующих позиций в округе. На сегодняшний день в спортивных группах занимаются 362 человека из 460. Среди победителей и призеров адаптивного спорта нефтьюганский спортсмен, тройной золотой призер первенства России по легкой атлетике среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Также улучшили свои показатели команды женского волейбола и баскетбола. Детский спорт сохранил прежние позиции. А вот по всем остальным направлениям есть снижение. По итогам прошлогодний спорта Киады Югры нефтьюганск оказался на 11 месте. Наихудшие результаты по шахматам. Жители ждут открытия клуба по этой игре для всех возрастов. Все условия созданы. Нужно найти человека, который бы этот клуб развивал. На жемчужине Югры я рекомендую рассмотреть возможность формирования команды и группы для тренировочных занятий именно по шахматам. Среди всех муниципалитетов Югры спортивные команды нефтьюганск удерживают в среднем 4-е и 5-е место в разных видах спорта. Для города третьего по численности этого недостаточно. Основные причины – дефицит тренировочных площадей и проблемы с выездом на соревнования за пределы города. Если, например, в прошлом году у нас плавание проходило в нефтьюганске, то вы видите, у нас спортсмены выступили чуть лучше. Получается, мы тоже одна и та же проблема у всех – это выезд. Естественно, команда очень большая, 14 человек. Спасибо большое тренерскому составу «Сибиряка», которые принимали активное участие в прошлом году. И по максимуму стараются выезжать на соревнования. Лучшие спортсмены-любители работают на производстве, отмечают специалисты. Но предприятия не всегда заинтересованы в их участии в региональных состязаниях. Например, наша сборная ветеранов по баскетболу в 2017 году заняла первое место, а в прошлом только пятое. У многих игроков не отпускается работа. Основной состав, простите, гигант с нефтегазом, простите, со сборами, их не отпускает с работы, и человек за свой счет не хочет ехать. Но вторая проблема, я сказал, что это отсутствие тренировок. Специалисты отмечают, что спортучреждения на данный момент загружены практически на 120%, поэтому места для тренировок будут искать в школах. Виктория Тимофеева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Если сидеть дома не хочется даже в такие морозы, то выходные вас ждут на спортивных состязаниях и в полиции. О том, что можно посетить первые выходные февраля, далее. Те, кто хочет получить профессию полицейского, ждут завтра в здании отдела МВД. Там в 11 часов утра состоится день открытых дверей. Потенциальным кандидатам расскажут о правилах приема и специфике работы в органах внутренних дел. После погружения в профессию можно посетить торжественное открытие первенства «Югры по смешанным единоборствам». Соревнования посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Желающих посмотреть на яркие бои ждут в «Жемчужне Югры» в 3 часа дня. А сейчас не переключайтесь. Через минуту в этой студии будет директор пенсионного фонда Наталья Куксенко. Она расскажет, кто такие предпенсионеры и что может дать этот новый статус. Продолжение следует... Продолжение следует...